С 1 мая 2015 года в закон о правовом положении иностранных граждан вносятся вот такие изменения, что иностранные граждане будут делиться на две категории, осуществляющие трудовую деятельность у физических лиц и осуществляющие трудовую деятельность у юридических лиц. Иностранным гражданам, желающим оформить вид на жительство, разрешение на временное проживание, трудоустроиться на территории России, необходимо получить сертификат на знание русского языка, истории и основ российского законодательства. Также необходимо предоставить справки о прохождении медицинского осмотра. Все необходимые процедуры прошли вот эти 4 человека. Все они граждане Узбекистана. Они первые, кто получил патент нового образца. Замира Юлдашева на территории России проживает уже 12 лет и довольно хорошо владеет русским языком. Иностранка говорит, что собрать необходимые документы и сдать экзамены ей было несложно. Мне очень-то сложно было. Все сами делали. Нам консультацию дали. Я родилась в Туркмении. Там нас обучали по русскому языку. Там подруги были русские, там туркмены. Ну разные были подруги у меня. При пересечении границы иностранный гражданин обязан указать цель своего визита. И если он приехал трудиться, в миграционной карте должна быть указана цель въезда – работа. Необходимо соблюсти и ряд других пунктов миграционного законодательства. Для нарушителей миграционного законодательства России установлен запрет на въезд на территорию страны на период от 3 до 10 лет в зависимости от времени. Их незаконного пребывания на территории страны. Все нововведения в миграционном законодательстве нацелены исключительно на то, чтобы сделать пребывание иностранных граждан в России максимально открытым, прозрачным и законным. Алладинаева, Рашид Токов, Вести, Карачева, Черкесия.